Всем привет, с вами ARXPLAY и это гайд на джаггернауды, новый формат гайдов, пускай все завидуют, у нас будет свой формат гайдов. Все гайды будут примерно по 10 минут, при этом я дам максимум информации. Ну что ж, первый наш герой будет кто? Джаггернауд. Великолепный герой Кэрри. В самом начале делаем такой закуп. Покупаем простой щиток, чтобы блокировать урон, покупаем ветки, покупаем колбу для оригена и покупаем колбу на ману. Далее выбираем лайн. Мы можем пойти на сложную, на легкую или мид. На миду мы можем спокойно стоять против любого мидера практически, в первую очередь против пуджа, против инвокера. В первую очередь качаем наш первый скилл, как ни странно. Это вихрь, который наносит урон окружающим. Но есть свои нюансы. Во-первых, вихрь не работает на механических юнитах, то есть на катапульты работать он не будет. Также во время вихря мы можем использовать предметы, это очень важно для нашего гайда. Любые предметы типа телепортация, то есть мы сможем в любой момент убежать. Обратите внимание, что вихрь не работает на вышке и не работает на варды, но при этом он во время вихря будет бить с руки. То есть если вы сделаете вихрь возле вышки, то урон по вышке будет идти не от вихря, а от вашего оружия. Также стараемся вначале стопить крипов. Так как мы стоим на сложном лайне и нам будет очень опасно стоять возле вышки врага. Ошибка многих игроков за Джиггернауда, да, то что они вначале наглеют и их убивают. Мне попался здесь очень сложный лайн, против меня стояли трое. Я соло против троих, поэтому практически ни фарма, ничего не было. И при этом в этой игре я ни разу не умер против их троих, хотя были такие моменты. То есть вы должны максимально стараться выжить. Даже при том, что у вас не будет фарма, самое главное не погибнуть. Запомните. Отходите подальше, стойте на таком расстоянии, чтобы получать опыт от крипов хотя бы. Потому что не забывайте, когда стоят много героев на лайне, они делят между собой опыт. Поэтому вы получите быстрее шестой левел любого из них. Быстрее любого из них, да. И потом у вас будет великолепный шанс убить с помощью ульты. Вы видите, как они наглеют. Они очень сильно наглели. Очень сильно. Тем более там было два станнера и два замедления. Вот один из тех моментов, когда меня могли убить. Но у Джиггерналда, не забывайте, первый скилл, да, он дает вам возможность быть неуязвимой к магии. Поэтому, видите, я ждал до последнего момента. То есть у меня была надежда, что в любом случае я смогу выжить с помощью первого скилла. Это очень важно. На шестом левеле мы качаем ульту. Что же делает ульта у Джиггерналда? Он прыгает по врагам и наносит им фиксированный урон. То есть, вне зависимости, какая у нас атака, урон будет от 200 до 225. При этом можно сделать апгрейд с помощью аганима. Прыжков от 3 до 9. После того, как начали появляться деньги, мы сначала собираем нул-талисман. Потому что нам нужна мана, и это будет составляющая нашего супероружия. И после нул-талисмана покупаем сапог. У Джиггерналда огромная проблема с маной. Если вы будете собираться по стандартному гайду, вам всегда будет не хватать маны на ульту и на первый скилл на вихрь. Именно поэтому мы купили нул-талисман. С самого начала у нас будет большой запас маны. Но, заметьте, мы покупаем дальше арканы. Арканы нам нужны для Даггана. Потому что Дагган стоит 180 маны. Вот пример простой реализации нашей ульты. Когда враг остается один, мы ультуем. Не забывайте, что если будет много врагов, мы потратим ульту на всех этих врагов. Поэтому, если рядом есть крипы вражеские, не ультуйте. Вся ваша ульта уйдет на крипов. Также у нашего героя имеется хорошая пассивка. Это третий скилл. Дает шанс, что мы нанесем критический урон. Я вам советую качать вместе с первым скиллом. То есть, сначала вихрь, потом криты. Вихрь, криты, вихрь, криты. Сейчас вы увидите очень хороший момент реализации моей ульты. Смотрите. Когда все враги собрались в одну кучу, я ультанул. При этом, не было ни одного вражеского крипа. Были чисто одни герои. То есть, весь мой урон прошел только на героя. В итоге, наш союзник получил плюс 4 килла. Далее, уже примерно на 10 левеле качаем второй скилл. Второй скилл это хилка. То есть, мы ставим рядом с собой вард, который лечит окружающих наших союзников. Но в начале от него толку практически никакого нет. Тем более, он требует много маны. А вы не забывайте, в начале мана очень важна. Поэтому, я вам советую качать этот скилл ближе к средней стадии игры. То есть, там с 10 левела, когда вы прокачали основные скиллы. Но способность очень хорошая. Я вам покажу ее преимущества. У нас одна из сильнейших ульт в игре. Поэтому, мы стараемся максимально ее реализовать. То есть, появилась ульта, ищем жертву. В первую очередь, наша жертва это саппорты. То есть, тонкие герои. Сразу же ультуем, получаем килл. Не забывайте, что мы кэри и нам очень важно убивать. Ставим свой вард, который лечит по возможности. Именно в данной игре я этот вард поставил, наверное, раз 20. Давайте посмотрим, как он работает. То есть, мы ставим вард. Мы можем им, кстати, еще управлять. То есть, мы можем направить на любого союзника, и вард будет следовать за ним. Видите, он просто лечит. Этот вард ломается с одного удара. То есть, враг может ударить один раз, и вард сломается. Вард не восприимчив к магии. После того, как мы собрали арканы, мы собираем даган. Почему даган? Потому что это уникальная раскачка. И это великолепный итем для Джаггерналда. Многие этого не понимают. Он позволяет нам наносить невероятно мощный урон. И сейчас вы это увидите. Вот пример реализации дагана. Выстрел, убийство. Все, в итоге минус 2. Заметьте, что, опять же, даган мы не апаем. Он нам нужен только на первом левеле. Дальше мы собираем уже полезные нам предметы для атаки. Самое главное в реализации первого скилла вихря, это догнать противника. То есть вы должны предугадывать, куда пойдет противник и следовать за ним вихрем. После дагана мы начинаем собирать аганим. Аганим это великолепный итем для нашей ульты в первую очередь. Он уменьшает время перезарядки и увеличивает урон. А я уже говорил, что ульта это наше все. Когда вы идете на Рошана или ваша Тима, тут будет очень полезен ваш второй скилл, то есть вард. Он будет хилить ваших союзников и вам не доставит проблем Рошан вообще. Потом, когда мы уже победили врага, мы стояли потихонечку, доминировали, убивали. Все, что полагается в доте. После аганима собираем дезолятор. Дезолятор сделает из нашего Джигарналда машину-убийцу. В итоге, за игру убили только один раз. Ну, как убили, я сам себя убью под фонтаном. Ну все, заметьте, опять же повторяю, что щиток в начале, он очень важен. Без него вам будет гораздо сложнее. А вы вспомните, какое было начало в игре? Начало было очень сложное. Я думаю, любой бы поник, да, и думаю, все проиграли. Когда ты стоишь, да, милишником против троих, а там, по-моему, все, там все трое были дальний бой, да, было тяжело. Именно поэтому, видите, у нас маленький крипстат, потому что мы вначале не фармили, вообще мы не могли фармить. Но зато мы потом начали убивать. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте отзывы об этом выпуске. Подписывайтесь на канал. Ссылка выше. До новых встреч.